Здесь нет моря и пляжей, горнолыжных трасс и других привычных прелестей для курорта. Однако больше 10 тысяч туристов ежегодно приезжают именно в Левкадию. Это не просто винодельческое хозяйство. Целая территория в Крымском районе для экологичного отдыха. Здесь можно посмотреть, как растет виноград и даже самому попробовать сделать вино. В роли агротуриста сегодня себя попробовал и губернатор, набирающий популярность новый вид отдыха. Вениамина Кондратьева интересует как возможность экономического роста для региона. Отдыхающих однозначно может быть больше. Магазин есть, туристов нет. Есть что посмотреть, есть что купить, есть что потрогать. Даже можно в чем-то принять участие, чтобы своими руками прикоснуться к тому, как производят вино. Что сделать, чтобы появились туристы? Сегодня основная задача не только для вашего бренда, производства, предприятия. В целом для агрокомплекса Кубани, винодельческого, да и просто фермерского особо. Как завлечь туриста? Как сделать так, чтобы он поехал? Пойти на маркетинг, делать интересные мероприятия и привлекать людей. Где жить-то туристу, когда он приедет? Мы этим занимаемся. У нас здесь поэтапно, безусловно, нужны гостиницы, безусловно. Сопутствующий бизнес, который должен быть ресторанный бизнес, кафе. То есть все, что сопутствует тому, чтобы турист качественно отдыхал. Он же отдыхает. Крымский район – пример того, как, используя локальные природные особенности, можно заинтересовать туристов со всей России. Неудивительно, что и совещание по развитию санаторно-курортной отрасли региона провели именно здесь. За 9 месяцев в крае отдохнули больше 14 миллионов человек. Тут есть как плюсы, так и свои минусы. От рекордного числа отдыхающих не всегда выдерживает сопутствующая инфраструктура. Вениамин Кондратьев потребовал от Минкурортов разработать понятную систему взымания курортного сбора. Деньги должны пойти на улучшение качества отдыха. Курорты – это экономика. Это не только пляжи, зонтики и лежаки. Мы сегодня должны выстроить очень хорошо работающую экономику в курортной сфере, чтобы мы могли зарабатывать, в том числе и курортный сбор. Это наши деньги, которые мы сегодня должны зарабатывать. А зарабатывать – значит не терять. А мы сегодня их теряем. И сегодня президент поддержал всех курортников, я скажу, всех нас курортников в курортном сборе. Потому что отчасти здесь, что бы мы ни говорили, вся нагрузка лежит на этих курортных городах, которые сегодня обеспечивают этот миллионный проход туристов. А адекватного возврата, пропорционального возврата бюджет не поступает. Это уже ваша сегодня задача – продумать, как он должен взыскываться с кого. Деньги от курортного сбора в том числе возможно пустить и на модернизацию пляжей. Прибрежная полоса в Краснодарском крае растянулась на 1200 километров. Но для отдыха оборудована лишь десятая часть. Как показал нынешний тур-сезон, этого недостаточно. В самый пик люди в буквальном смысле не помещались на пляжах. Ситуацию нужно принципиально менять, потребовал Вениамин Кондратьев. Ведь туристов после возобновления полетов между Россией и Турцией и бурным развитием Крыма теперь нужно удержать. Этот сезон показал, пляжи были переполнены в июле и в августе. Вся пляжная территория за кем-то закреплена. Ну а как если пляжи поделены, а пляжей нет? Это как? Тогда заберите и отдайте тому, кто может пляж оборудовать и лежаками, и зонтиками. Или там большого ума не надо. И денег больших не нужно. Желание просто нужно. Если она у кого-то и кому-то предоставлена, допустим, делает из земли пляж. Или тогда, как есть поговорка, с пляжа. Санаторно-курортная отрасль – одна из немногих, которая на фоне общего экономического спада показывает рост. При этом на Кубани оздоровительный туризм работает не на полную. Грязелечением и бальнеотерапией занимаются всего лишь в 5% краевых санаториев. Хотя наши местные условия, по мнению экспертов, ничем не хуже, чем на топовых европейских курортах. Сделать Баден-Баден или Карловы Вары или курорт Хевис, в принципе, вполне возможно. Тем более, что по своему составу воды минеральные обладают абсолютно тем же качеством. И в Европе это, в принципе, некий элемент такой тусовки. Люди приезжают пообщаться туда. Поэтому такой вот можно тоже создать прецедент. Бальнялогия – отличная возможность заполнить межсезонье, когда падает наплыв туристов на море, и загрузить курортную отрасль на круглый год. Но чтобы отдыхающие приезжали в кубанские санатории, о них должны хотя бы знать. Все предложения по развитию отрасли губернатор поручил Минкурортов в следующем году изложить в разработанной концепции. Агрессивнее мы должны стать. Агрессивнее в плане рекламы и наступательного движения. А по-другому мы туристов не заманим или не удержим. Мне нужна концепция, четкая концепция развития санкционно-курортного комплекса на 5 лет. Пошагово понимать, какие проблемы есть, как их решать. С конкретно ответственными по каждому пункту проблем и решения. Потому что все остальное мы или толчем воду в ступе, или говорим то, что уже говорили, или как бы чуть видоизменяем сказанное, но никуда не продвигаемся. Внутренний туризм в России в этом году вырос почти на треть. В том числе из-за ограничений полетов в Турцию и Египет, напоминает губернатор. Большинство отдыхающих в этом сезоне выбрали именно Кубань. И теперь важно удержать этих курортников уже в следующем году. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Крымский район.